Провинция Идлибхолмы Стены отделаны штукатуркой, пол выслан керамической плиткой. Ширина коридора позволяет разъехаться двум операционным телегам. И только когда мы попадаем вот в это помещение, становится понятно, что госпиталь находится глубоко под землей в каменной пещере. Здесь мы столкнулись с профессионально выполненной работой, с использованием средств механизации вручную, создан этот госпиталь. А это отдельная палата для командного состава. Здесь на выходе располагался медицинский пост. Так вот, стеллаж, на котором хранились лекарства и документы, выполнен из мрамора. Оснащение госпиталя позволяло выполнять как тяжелые операции, так и легкие. И размещать до 100 человек личного состава. Эту пещеру построили в 2015 году, и боевики пользовались подземным госпиталь вплоть до позапрошлого года. Толстые в несколько десятков метров потолки из горной породы надежно защищали и от арт налета, и от ударов авиации. Захватить укрепленные медучреждения удалось только после большого наступления сирийской армии при поддержке наших ВКС. Большую часть медицинской техники и лекарств все иностранного производства при отступлении забрали с собой. А вот чтобы подземной цитаделью больше никогда не смогли воспользоваться, банформирование ее решили уничтожить. Чтобы, по крайней мере, завалить входы, российские саперы заложили 7 тонн взрывчатки.